По совету подписчиков решил исправить ситуацию с экспериментом номер два, в котором выпало большое количество мочевины. Сейчас попробую это все дело растворить на плитке, отфильтровать, пока горячее успеть. Вот такое огромное количество мочевины в растворе сейчас. После нагревания вся мочевина растворилась. Над ней имеем вот такой осадок. Сейчас еще разочек покажу. По-другому возьмусь. Вот мне нравится вот эта вот кучка. Прямо большая кучка. Возможно, что там хлорид и серебра, но золото наверняка тоже есть. Вот она. Сейчас пока горячее, тепленькое, отфильтрую, пока мочевина не выпала. Дальше будем работать. В прошлый раз лишился одного стаканчика. Лопнул. Поэтому осталось два. В этом стакане сегодня растворил какие-то шляфики там были и бижутерию, кольцо. От него остались какие-то вон камушки, стекляшки. Вон они там внизу. Очень долго идет процесс фильтрации. Так, это вот эти шляфики фильтруются. А здесь фильтруется от мочевины. Здесь тоже видно черный осадок. Это тоже должно быть золото на фильтре. Потом соберу. Ребята, чувствую, сейчас дело пойдет побыстрее. Замучился я фильтровать этот раствор. Опять падает эта дурацкая мочевина, как она мне надоела. За сегодня успел профильтровать какую-то часть золота. Вот вижу черным осадком мочевина забивает. Раствор остывает и она опять выпадает. Эта дурацкая мочевина. Как она меня достала. А дело пойдет потому, что процесс будет автоматизирован. Колба Бунзена. Воронка Бюхнера. Осталось придумать компрессор, но думать я слишком долго думал. Ответ лежал на поверхности. При ремонте телефонов мне требовалась барокамера, куда я нагнетал давление с помощью холодильного компрессора. Вот такая штука. Это вход воздуха. Это был выход. Подключался к специальной бочке. Туда качал 10 атмосфер. То есть на данный момент выглядит эта конструкция таким образом. Хоп. Запустили. То есть она нагнетает с этой дырки. Давление выдает. А нам надо забрать отсюда. Потому что здесь идет подсос воздуха. Сейчас я переделаю немножко эту конструкцию. И подсоединим к воронке. И будет пушка. Буду фильтровать просто на ура. Ну, еще был косяк в том, что у меня не было фильтров таких маленьких. Были только большие фильтры. Вот такие, которые я складываю. Таким образом. Но... С помощью ножниц вырезаем такие фильтры. Малюсенькие. И все. Проблема должна решиться. Сейчас пока отключусь. И буду настраивать. А это все фильтруется с утра. Очень долго. Вот этот раствор тоже фильтруется с утра. Никак не докапает. Это со шлейфиков. Вот с тех, с дальних шлейфики. Там еще какая-то гадость была мелкая. Не знаю. Очень долго фильтруется. Наверное, из-за того, что там был пластик. Только поэтому. Ну что, ребятушки. Попробуем. Сделаем пробный запуск. Фильтровальные установки. Этот раствор очень долго фильтруется. Ну, очень долго. Часов уже, наверное, 8 прошло. А так идет довольно быстро. Бодрячком. Значит, на сегодня план такой. Переработаю вот этот фильтр. Ну, и заодно, наверное, закину туда все фильтры. Предыдущие, которые были. Через которые фильтровал. Ну, и после того, как это все дело переработается, отфильтрую вот в стаканчик поменьше. Вот сюда. Посмотрим, что из этого получится. Вот такая жижа из фильтров сейчас. Растворяю в царской водке. Фильтры, естественно, не растворяются. Но какие-то становятся такие рыхлые. Жидкость там есть. Однозначно. Сейчас буду фильтровать. Фильтрую раствор после фильтров. После растворения фильтров. Или фильтров, как правильно. Короче, я их растворил. Фильтрую. Идет вот такой чистенький. Красивый, желтенький. Не зеленый, как обычно. А желтый именно цвет. Классные фильтры. Превратились вот в такую дресню. Сейчас вот их залил водичкой. Дам постоять. Чтобы промыть их. И тоже добавлю туда в раствор. Так, один фильтр. Самый главный. Я еще не закидывал. Там здесь сейчас находились фильтры после джинчана. Неоднократно, когда я там делал. А этот фильтр здесь. Самый важный. Я решил сначала на них поэкспериментировать. Посмотреть, как вообще будет фильтроваться. Не будет фильтроваться. Вот. Этот оставил на потом. Ну, как на потом. Сейчас отфильтрую. Если все пройдет хорошо, тогда буду растворять тот фильтр основной. Так, ну, дело идет. Не так быстро, как хотелось бы. Но я так понимаю, что из-за остатков вот этих мелкой дряни фильтр забивается. Но, тем не менее, процесс идет. Вот такой мусор остается от фильтров. Ну, довольно быстро. Минут за 30 отфильтровал. В противном случае, наверное, пришлось бы ждать больше суток. Растворил я все-таки этот фильтр с остатками золота. Вот. И фильтрую через воронку Бюхнера и колбу Бундвена. Идет вообще все очень даже бодро, если сильно не загрязнен раствор. Так что вещь очень даже, очень даже хорошая. Мне понравилось. Ну, как бутрячком идет. И раствор приятный такой. Компрессор урчит, как кот. Ну, и главный плюс, который я увидел в этом, это экономия фильтров. Первое. А второе, что теперь фильтры не такие большие. О! Остаточное давление. Стравил. Теперь такие маленькие фильтры буду собирать. Не те огромные, а эти раз в пять, наверное, меньше. И из одного большого фильтра таких можно четыре штуки нарезать. Так что... Вот такой раствор получился. Красивый. А вот через такой фильтр фильтрую уже, наверное, вторые сутки. Очень, очень, очень долго. Так что я рад. Надо было перед первым запуском промыть хорошенько колбу. Там остался мусор немного. Он плавает черный. Но это, скорее всего, от резинки, от уплотняющей, уплотнительной. Вот такой раствор получился после первой фильтрации. Отфильтровал за полчаса. Сейчас еще раз покажу, как это все выглядит. Так. Это выглядит следующим образом. Вот эти соринки. Сейчас еще от них избавлюсь, чтобы уже все было на красоту. Три минуты потребовалось для того, чтобы отфильтровать. Но все равно пока с резинки, пока свежая резинка, сейчас ее, наверное, заберу, прополощу получше, потому что все равно с нее падают кусочки резины. Ну ладно, оставим так, как есть. Проверил на переизбыток азотки с помощью мочевины той же самой. Кинул ее совсем крапаль. Не реагирует. Сейчас буду пробовать приливать гидрозин. Вот такое красивое восстановление. Второй раз пытаюсь приготовить растворитель припоя по рецепту Франсуа Пелье. Но что-то мне ничего не выходит. Я ввиню во всем мочевину. Вот такую мелкую. Может быть из-за того, что старая она какая-нибудь просроченная или еще что-то в этом духе. Но нужный мне нитрат мочевины так и не выпадает. Так что принял решение. Растворять буду вот эти контакты, которые уже показывал. Ну, в том числе и вот эти позолоченные часы тоже растворю. Хотел избавиться от припоя. От вот этого. Но буду растворять вместе с припоем. Нет сил больше ждать. Уже очень хочется что-то из этого получить. Не знаю, будет ли он потом забивать фильтры. Не будет. Что вообще выйдет. Не выйдет ли из этого опыта. Ну, короче, посмотрим. Сейчас я их объединился в одну кучку. Посмотрим, какой будет у нас общий вес. Общий вес. Вот такой. 5486. Напомню, он с припоем. Вот такие контакты с разъемчиков советских позолоченные. Ну, их здесь не так много, поэтому, может быть, может быть, пронесет. Так. Дальше. Здесь вот у меня выпало золото. Какую-то часть я все-таки поймал. Это с фильтра. То, что у меня мочевина все время забивала. То, что я перерастворил фильтр. Вот такое небольшое количество. Фильтры я не сжигал. А, скорее всего, стоило бы. Все фильтры тоже вот я собрал. Вот такая получилась каша из фильтров. Всякие разные еще. В том числе, там были фильтры из-под джинчана. А джинчана это щелочь. Я не знаю, как реагирует щелочь с кислотой. Возможно, что что-то тоже пошло не по плану. Эти фильтра я потом сожгу. И, наверное, еще раз переработаю. Пока вот так. Здесь имеем осадок. Пусть он пока отстаивается. Посмотрим, что выйдет. Это сейчас буду растворять. И на плитке у меня сейчас находится маленький стаканчик. Тот треснувший. В котором растворял небольшое количество шлейфов. Вот. Но, опять же, промыл все стаканы, которые у меня были. У меня там была позолота по всем стаканам. Вот сверху промыл царской водкой. И у меня сейчас все находится в том стакане. Но тоже там интересный такой момент. Раствор стал черный. Я такого еще пока не видел. Но сейчас будем растворять вот эти контактики. И все покажу. Вот такой объем у меня получился царской водки. Чуть больше 100 мл. Сразу все заливать не буду. Налил около 60 мл. Буду потихонечку. Пока она еще не закипела. Не нагрелась, точнее. Подождем. В прошлый раз эти контакты растворялись очень бодро. Так, ну это вот тот раствор, про который я говорил. Вот такой черный. Почему так вышло, не знаю. Стакан треснувший. Приходится работать с таким. Уже заказал другой. Ага. Опять там залазит эта мочевина. Никак я к ней не привыкну к этой мочевине. Так, разъемчик начал потихонечку уже бурлить. Реакция потихоньку запускается. Реакция потихоньку запускается. Продолжение следует... Растворение почти закончено. Видно, как в колбе выпадает мочевина сразу. Вон она, от холода. Какая же отвратительная вещь от мочевины, это просто страсть. Забивает фильтр, сейчас покажу. Весь канал воронки зарос этой мочевиной. И не фильтруется. Сейчас буду промывать. Все контакты растворились, получилось 200 миллилитров. Не знаю, видно нет, но там на дне не растворились от часов такие металлические втулки. Подливал азотки и похоже, что выпал еще и хлорид серебра, если я правильно говорю. Сейчас буду фильтровать. Ну вот так я и познакомился с соловянной кислотой или соловянкой так называемой. Забивает все фильтра, фильтруется очень долго, прошли сутки. Оставлял на ночь на фильтрацию эти два раствора. В первом накапало 70 миллилитров и какая-то часть здесь накапала. Туда все равно просачиваются мелкие частицы. Выглядит примерно вот так. Здесь немного сейчас разбавил водичкой и туда тоже сверху подлил. Наверное, зря. Надо было хотя бы сначала показать, как выглядят мелкие кристаллы типа мочевины. Но это не мочевина, вон они. Вот такие, как стекловолокно какое-то. Стекловолокно либо стекловата, что-то такое. Фильтра забивает очень сильно. Но я уже подумал, как из этой ситуации выйти. Я использую фильтры синяя лента. А они, насколько я знаю, самые медленные фильтра. В плане того, что это фильтр глубокой очистки. Я заказал себе фильтры желтой ленты и белой ленты. Эти фильтры должны быть скоростные. Ну и очищать чуть хуже, но зато быстро. Вот буду прогонять сначала через фильтр белой ленты, наверное, через красную или какая-то желтая лента. Синюю ленту буду оставлять только для чистых растворов. Вот там видно, даже уже практически не капает. Сейчас по чайной ложке, не знаю. Придется еще до завтра оставлять, посмотрим, что получится. Но золото там есть, в этом я уверен. Потому что я еще вчера отлил тут две капельки вот в этот стакан и сделал пробное осаждение. Золото я вижу. Оно там есть. Сейчас попробую показать. Не фокусируется. Не фокусируется. Не фокусируется. Блин. Ну вон видно, черная дорожка. Остается одна, вторая. Сейчас попробую посильнее. Вот, видно. Его, может быть, здесь не так много, но там, собственно, и было-то две капли. Будем смотреть, сколько получится со всего объема этого раствора. Значит, вот такая пока что ситуация. Фильтруем. Я так понимаю, что это именно вот она и есть. Оловянная кислота, от которой все стараются избавиться от олова. Но я думал, что пронесет, потому что было мало контактов, покрытых оловом. Но не пронесло. Так что оставляю до завтра. Фильтрация проходила больше двух суток. До конца так и не прошла. Он фильтрует раствор, но очень-очень медленно, как я уже заметил. Здесь все пошло гораздо лучше. По крайней мере, все отфильтровано. Вот так вот выглядит. И раствор прозрачный, чистенький. Но там, наверное, на дне все равно какие-то хлопья есть. Небольшие. Вторая фильтрация, думаю, будет побыстрее проходить. По крайней мере, должна. Там вот видно много вот таких вот частиц мелких. Скорее всего, от олова. Повторная фильтрация идет чуточку побыстрее. Фильтр вроде бы так сильно не забивается, как после первого раза. И плюс еще сделал доработку. Я поставил вот такой шланг, чтобы капелька образовывалась уже ниже области, с которой воздух забирается. Потому что все-таки было подозрение, что можно туда подсасывать компрессор. В этом случае. Это быстро мои эксперименты закончатся. Поэтому вот так. Вроде бы работает. Компрессор работает. Установка работает. На фильтре осталось вот такое безобразие. Сейчас приближу. Вот такой еж непонятный. Мог бы предположить, что это кристаллом очевиден, но скорее всего это соли олова какие-то. Что-то связанное с оловом. Вроде бы было его не так много, но раствор засрало. Конкретно. Это после первой фильтрации. Все равно видно на дне. Вон есть оно. Так что буду фильтровать сейчас второй раз, а если потребуется и третий. Но повторная фильтрация идет побыстрее, чем в первый раз. Там потребовалось двое суток. Здесь я не знаю. Вот сейчас уже наверное минут пять фильтрую. Но по крайней мере уходит. Ну и здесь уже не так много его. Оно скорее всего все на дне оседает. Четыре дня длилась фильтрация. И вот оно наконец закончено. Сейчас перелью в большой стакан. Посмотрю на наличие осадка. И буду восстанавливать. Вот такой красивый раствор получился прозрачный. После всех фильтраций. Вот такой. Со всеми промывками получилось чуть больше 500 мл раствора. Кстати зацените. Песочек. Классный кварцевый белый. Новая сковородка. И индукционная плитка. Потому что от газа я отказался. Сейчас хочу немножко подупарить этот раствор. Слишком его много. Может быть. Ну хотя бы до 500. Может быть даже до 400 мл. Посмотрим как пойдет. Приготовил восстановитель. Насыщенный раствор гидрозина соляно-кислого. И хотел показать что у меня получилось. После растворения там кольца бижутерии. И пара мелких шлейфиков. Получилось. Вот такое количество. Небольшое. Вот он этот осадок. Вот он. Вот такое количество. Ну и на самом деле немного раствор подогрел. И я уже наблюдаю что начинает выпадать. Вон по низу все коричневое. Золото уже пытается выпасть в осадок. Поэтому не будем тянуть. Будем ему помогать. Подалью гидрозина. И будем наблюдать. Не знаю будет ли видно на камеру или нет. Там видно блестки такие в растворе подымаются. В общем золото выпадает. Все блестит. Все дно стакана коричневое. И снова что-то новенькое. Вот что-то такое там присутствует в растворе. Мелкие частицы. Их очень много. Вот эти блестки которые. Что-то я опять не понимаю что это такое. Сейчас. очень много их. Ладно узнаем. Так народ все отстоялось. Прошли сутки. На дне есть осадок. Вот он. Коричневый в том числе. И очень много белого осадка. Я не знаю что это такое. Скорее всего либо олово. Либо таким образом восстановилось серебро. Сейчас буду снимать вверх. Раствор уберу. Оставлю только осадок. Потом промоем и посмотрим что это такое. Видно. Видно. Слой прям жирный. Ну вот такие чудеса творятся в банке. В стакане точнее. Черный шлейф золота. И какая-то белая дрянь непонятная. Что это до сих пор не знаю. Сейчас буду заливать водой. Промывать. Если это может быть какие-то соли. Возможно они растворятся в воде. Потом еще можно будет попробовать прокипятить. Но скорее всего это либо олово. Хотя откуда его столько в таком количестве. Я не ожидал. В таком количестве его быть не должно. Ну и присутствует там много коричневого. Темного цвета. Поэтому может быть золота будет много. Посмотрим. Сейчас залью водой. Посмотрим. Но коричневый однозначно есть. Коричневый цвет присутствует по периметру. Вот он. Подлил немного водички. Вот такой красивый эффект получается. Сейчас. Нужно только размешать. Сейчас. Нужно только размешать. После нескольких промывок. Водой. Осадок выглядит таким образом. Есть и золото. И белая вот эта вот гадость. Которая предположительно. Либо серебро. Либо олово. Сейчас хочу попробовать растворить в царской водке. И перелить в стакан поменьше. Вот. И попробую осадить небольшим количеством гидрозина. Подготовил уже царской водки. Это много. Сейчас буду потихонечку приливать. И ждать полного растворения. Вот такой интересный эффект. Сейчас. Наблюдаю растворение. В стакане это выглядит вот следующим образом. Потихонечку начинает растворяться. Угу. Все. Отходим. Так. Весь осадок растворился. На дне его нету. Такой прозрачненький. Сейчас я его перелью в стакан поменьше. Потому что в этом стакане тоже имеется, скажем так, золотоносный осадок на стенках стакана. Но и будет поудобнее работать с ним. Как я и хотел, перерастворил золото. Блин, сегодня нету солнышка. Тяжело будет сфокусироваться. Видно, что выпал осадок. Сегодня он рыжий. Нету там других металлов. Золот. На этот раз гидрозина сыпал не так много. Чтобы не было избытка. Чтобы не повываливались другие металлы. И золото выпало. Оставлю его на отстаивание до завтра. Потому что раствор такой мутный. Там еще плавает взвесь. Золотишко. Так, нет, наверное, не увидим. Вот. Пока это происходит, у меня уже готовится, закипает новый эксперимент с материнскими платами. Растворяю материнские платы. Хочу посмотреть, что из этого выйдет. Вон все разъемчики повсплывали. Весь пластик повсплывал. Будем думать и посмотреть. Осадок промыл. Неоднократно в воде. Получился такой вот мелкий осадок. Прилично его здесь. Ну так. Относительно ожиданий. Сейчас хочу прокипятить его. Залил кислоты. Вот таким образом происходит укрупнение. Вот уже видно. О, собирается. Более крупные кусочки. Вот уже какой шматок. Ашманделок. Покипятим. Вот до такого состояния укрупнил осадок. Вот такие там крупные уже части. Вот они. Прокипятил серной кислоте. Теперь в воде хочу покипятить. Сейчас разобью эти комочки, чтобы оттуда выбить остатки серки. Так, ну что, приступим к взвешиванию. Вот такое количество получилось. Весы оттарили. Чуть-чуть еще осталось. Вот. Ноль четыреста пятнадцать. Сейчас добавим с предыдущей переработки. Оп. Первый грамм получен. Ух, сыпется как из рог изобилия. Вот такое количество. Один и один. Друзья, ну что, пришла пора подводить итоги. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что получил 0,4 грамма золота. Это золото я получил с часов и разъемчиков советских. Плюс немного добавил туда золота, которое было со шлейфов и бижутерии. Оно было в отдельном стакане и его было, ну не было никакого смысла его взвешивать, потому что было его там совсем маленькое количество. Ну на видео, наверное, видно было. Второе, что хотелось бы отметить, это потеря потерь, которая произошла. все-таки удалось мне растворить мочевину, избавиться от нее. Увидел золото, оно было в осадке. Золото этот добыл, получил, но пришел момент его также растворять в серной кислоте. Вот. И получилось следующее. Я, ну спустя рукава, наверное, к этому отнесся и не так хорошо промыл его от царской водки. То есть я его практически не промыл, просто добавил серки и все. И на моих глазах серка съела золото. Попытался восстановить гидрозин соляно-кислым, выпала какая-то тоже белая муть, белая хрень. Непонятно, что произошло. Вот. Золото я потерял в результате. Ну как потерял? Все это в отдельной баночке после всех этих промывок. После того, как я кипячу осадок в серной кислоте, я собираю всю эту серку в отдельную баночку. Может быть получится из этого что-то извлечь, но на данный момент факт остается фактом. Конкретно с этого эксперимента потеря, потеря. Не вышло ничего у меня. Дальше. Общий вес за все время занятия афинажем составил один грамм. Ну, округлю до одного грамма, потому что там где-то что-то надуло. Мелкий песок, конечно, это хорошо, но я заметил, что ветер, он задувает стакан, и даже вот золото, которое находится в осадке уже, то есть то, которое мне нужно, которое я забираю, оно имеет какие-то примеси вот этого белого кварцевого песка. Но, опять же, для меня это не такая большая проблема, потому что хочу добрать вес до десяти грамм, перерастворить, переочистить, переосадить. И только после этого хочу сплавить. Ну и хотелось бы отметить обновки, которые вы увидели в этом видео, я думаю, что вы заметили. Мои обновки это колба Бунзена, воронка Бюхнера, индукционная плитка, сковородка для индукционной плитки, песок тот же самый, белый, кварцевый. Заказал себе пять стаканов, потому что в этих двух или трех стаканах, которые у меня есть, один из них разбитый, с ними очень сложно работать. Приходится очень часто посещать свою лабораторию. И из-за того, что маленькое количество стаканов, работа усложняется или делается довольно долго. Плюс, заказал себе мочевину, надеюсь, что в ближайшем видео я приготовлю, наконец-то приготовлю растворитель припоя. Он у меня уже не получается. Трижды я пытался его сделать, не получается у меня приготовить растворитель припоя, не выпадает нитрат мочевины. Я грешил во всем на мочевину, я ее заказал, она приехала. Так что, друзья, вот такой вот у нас сегодня результат. Хотелось бы от вас обратной какой-то связи, интересно вам данная тема, не интересно, или, может быть, на какую-то другую тему снимать ролики, я не знаю, мне эта тема очень близка, мне это очень понравилось. Не могу спать, тянет меня в гараж. Езди каждый день. Такая вот штука.